Всем добрый день! Это продолжение рассказа о том, стоит ли заводить илблефара. Ссылка на первую часть будет в описании к этому видео. И сейчас я хочу подробнее остановиться на таких дополнительных расходах, как стоимость витаминов, а также рассказать, как сделать самую простую влажную камеру, которая будет функциональной и полностью будет устраивать животное. Ну вот сейчас небольшое отступление. Вы смотрите на то, как наш илблефар ест гусениц табачного бражника. И сразу скажу, что этих гусениц мы ему купили раз в год. Кормить этими гусеницами совершенно не нужно. Это мы скорее для своего развлечения купили, ну и для какого-то разнообразия наверняка и ненужного этому животному, потому что его достаточно кормить всё время сверчками. Ну вот просто мы хотели, что называется, для себя покормить ему чем-то другим. И вот купили, и сейчас вы наблюдаете за тем, как он расправляется с этими гусеницами. Кормить всё время гусеницами вообще нельзя. Это, скажем так, типа торта для него, который даётся раз в год. Итак, про витаминные кальции. Я покупала витаминные кальции фирмы GBL, специальные для рептилий. Вот как выглядит коробочка с кальцием. Видите, она достаточно дорогая. На ней стоит ценник 1000 рублей. Не знаю, может быть, можно дешевле купить. И витамины примерно в такую же стоимость. Сразу скажу, что расходуются и витамины, и кальций очень медленно. Вот таких баночек хватит, наверное, на год. До года кальцием я обваливала насекомых каждый раз во время кормления. А витаминами раз в неделю. А после года, когда наше животное уже выросло, я смешиваю витамины с кальцием вот таким образом вместе. И даю, честно признаюсь, не чаще, чем раз в месяц. Стеклянные баночки – это витамины, пересыпанные из банки GBL. Мы просто с подругой вместе покупали на двоих. И вот отсыпали мне в банку, поэтому так выглядит. Также я знаю, что многие кладут кальций в плошечку, в сам террариум. И при необходимости иублефар сам полижет этот кальций, если ему не хватает. Ну, собственно, это я и делала. У него постоянно в террариуме стояла плошка с кальцием. Честно признаюсь, я ни разу не видела, чтобы он ел этот кальций. Но все равно ставила, может быть, без нас и ел. Во всяком случае, тогда моя душа спокойна, что если ему не хватает кальция, он им сам воспользуется и пополнит запас. Ну, а пока был маленький до года, то ел обваленных насекомых, что называется, получая кальций и витамины в приказном порядке. Еще я хотела несколько слов сказать о влажной камере. Влажная камера, ну, у нас это достаточно примитивное сооружение. Вот такой вот самый простой контейнер, в котором я вырезала ножницами дырку. Эту дырку, чтобы иублефар не поцарапался, я спичкой, пламенем от спички обожгла вокруг, и края стали гладенькими. Сверху вот такую травку мы приделали, а внутрь я кладу салфеточки, обычные такие тонкие салфеточки для кухни, и немножко наливаю водички, то есть, чтобы смочить эту салфеточку. Вот получается камера влажной. И эта салфеточка, она, конечно, если ее не менять, она, наверное, зацветет или скниет, в общем, с ней что-то нехорошее произойдет наверняка. Поэтому эту салфеточку я меняю, ну, не так уж и прямо часто, честно говоря, но периодически я ее меняю на свеженькую салфеточку, чтобы у него было все чистенько и хорошо, и чтобы не завелась, не дай бог, плесень. Ну, а так очень удобно ухаживать за контейнером, потому что он открывается, моется, вот, и просто споласкивается. В общем-то, и блефард туда никогда не грязнит, он туда не какает, и если туда не класть кормовых насекомых в обсыпке, вот если кормить его в домике, туда насыпется витаминный кальций, то надо сразу мыть, конечно же. Вот, но если этого не делать и кормить его вне домика, то тогда в домике, вот в этом, во влажной камере, будет чисто и нормально все будет, хорошо. Ну, вот, собственно, такое дополнение я хотела сделать к своему рассказу об условиях содержания и стоимости содержания и блефара, чтобы вы могли для себя, ну, решить, нужно ли вам заводить это животное, и сложно ли за ним ухаживать, и сложно ли его содержать. Всем пока!